Что-то сейчас пытался сделать вид, что я не очень уставший, но заметил, что мне даже трудно открыть глаза, потому что я уставший. Хотя, больше дело в том, что у меня как-то побаливает голова. Наверное, потому что я нюхал химические запахи. Ну, попало просто мне что-то. Ароматизированное. Я думаю, что из-за этого, хотя, хотя, может быть, у меня болит голова из-за того, что после того, как я позанимался из последних сил, я пошёл в магазин лента, купил там замороженные овощи, всё те же самые. Я просто, мне надоело говорить это слово, гадкое. Как они называются. И потом пришёл домой кое-как из последних сил. А овощей я покупаю обычно две упаковки. Открыл упаковку, высыпал её в стеклянную тару, в которой я готовлю. И оказалось, что они испорченные. И я пошёл обратно в ленту. В супер уставшем виде. И там они очень добрые. Они согласились поменять эти овощи. И я пришёл. Ну, как я пришёл? Я их там купил. Тут же разгрыз зубами упаковку. И понюхал. И мне показалось, что пахнет вполне хорошо. А пришёл, а эти были ещё более испорченные. Прямо совсем. Я не знаю, что с этим делать. И я уже не смог идти туда. И у меня не было другой еды. И поэтому я съел упаковку испорченных брокколи. Ой. Я сказал это слово. Я так не хотел этого говорить. Но потому что я всё время говорю одно и то же. Потому что это у меня эксперимент такой. Что я их покупаю. Ну, потому что я не знаю, что уже покупать. Сегодня, кстати, наконец-то сходил в столовую. Я давно там не был. Как раз из-за этих экспериментов своих. Вряд ли у меня из-за столовой болит голова. Да, там было, конечно, хорошо. Там мне нравится весьма. Два студента должны были быть у меня сегодня. Хотя у меня сегодня нет расписания. Я сегодня по расписанию не работаю. У меня должны были бы быть экстра-студенты. Вот я же ассистент. И у меня бывают экстра-студенты. И оба студента сегодня... Молодцы. Не нуждались в моих уроках. Потом, кстати, посмотрел нормальный фильм. Называется «Ад Астра». Это когда Астра попала в ад. И ад был очень скучный. Она в этом аду летела-летела. Летела-летела. По-моему, 79 дней она летела в этот ад. И вот в этом аду эта Астра встретила своего отца. И отец ей сказал «Отпусти меня, Астра. Хоть это и ад». Вот такая история. На самом деле, мне очень понравились актёры. Фильм называется «К звёздам». И, в общем-то, он такой образный. Там вот образ скукотищи. Очень хорошо передаётся. И даже музыка нормальная, соответствующая. Единственное, что я как увидел, что этот фильм дал 15 тысяч рабочих мест. И у меня возникла мысль. В этом фильме показывают примерно трёх человек весь фильм. Ну, может, четырёх. Они весь фильм... Вот в таких вот... Особенно мне нравится, как играют актёры, когда у них, помимо того, что скафандр, у них ещё вот здесь вот такая вот золотая закрывашка на лице. И как бы там прям совсем, совсем не видно актёры. Ну, никак не видно. Там и я могу играть. Ну, там я понимаю, что у них язык уже получается. Актёры делают свои жесты. Какие есть жесты известные? Я не знаю. Так их можно определить. Сейчас мне кажется, что у меня голова должна пройти. Тем более, что когда человек спит, он ничего особо так не чувствует, я думаю. А ещё сегодня с одним человеком у меня возник разговор о гравитации, конечно же. О том, что что-то никто не знает, как она работает. И этот человек мне сказал... Подобное к подобному. Я ещё хотел вам сказать... А можно, пожалуйста, чуть-чуть побольше слов? Но не сказал. Поэтому больше ничего и не узнал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!